Наш пресс-центр продолжает освещать самые интересные события ритейл тех. Второй день и рядом со мной новый интересный спикер и спикер нашей деловой сессии Надежда Бабина. Здравствуйте! Да, добрый день! Ну, сразу мы вас выцепили тут же сразу после сессии. Конечно же, теперь интересна тема вашей сессии. О чем говорили? Вы знаете, мы сегодня говорили о том, что происходит у ритейлеров прямо сегодня, на чем ритейлеры фокусируются. Наша сессия называлась «Технологии в ритейле», но вы знаете, как-то плавно от технологии мы перешли на острые, насущные вопросы. И каждый из спикеров рассказывал, что сейчас в приоритете в каждой компании. Расскажите, пожалуйста, что было у конкурентов, у коллег, скажем так, и что непосредственно делается у вас в ленте. Ну, самое главное, что объединяет нас, кстати, с нашими коллегами, партнерами, лучшими друзьями, как ни странно, это необходимость обеспечить уровень спокойствия и веру в стабильность тем, что мы каждый день стараемся, чтобы наши полки были полными. Это сейчас для каждого ритейлера основной приоритет. Работаем над ассортиментом, серьезным образом расширяем количество наших партнеров, пытаемся решить все проблемы, связанные с логистикой. Сегодня мы также обсуждали, что происходит с промо в связи с тем, что уходит ряд партнеров с этого рынка. Здесь я хочу прокомментировать, ну, во-первых, преждевременно говорить о каких-то серьезных радикальных изменениях, пока, по крайней мере. Как и мы, наши партнеры в таком замороженном состоянии и отложили свои инвестиции, например, в маркетинг на 3-4 кварталы. И мы сейчас вместе пытаемся найти новые решения, способы, как все-таки нам обеспечивать конкурентное предложение, как быть интересными, как быть актуальными для наших потребителей. Как мы уже поняли, повестка и телеграм-каналов была, когда вдруг пропал сахар. Я так понимаю, что вы работаете своего рода еще и психологами, когда полные полки, когда покупатель видит, что ассортимент есть, выбор есть, то это и хорошо скатывается на его самочувствии. Это правда. Вы знаете, я в компании Лента отвечаю за эмоциональный маркетинг, но события последних недель показали, что самую сильную эмоцию вызывает наличие сахара. Здесь большой респект нашей команде закупок, нашей команде категорийного менеджмента, которые днями и ночами искали, нашли способы все-таки обеспечить стабильный запас сахара в наших магазинах. Сахар есть. И полностью загруженные полки и приятные цены для покупателя выступают, как некий психолог, который успокаивает всех нас и дарит нам надежду завтра. Спасибо вам большое за вашу работу и еще пожелаем вам удачи на нашем форуме. Спасибо большое. Спасибо вам.